Вера, отслышание, отслышание от Слова Божия Послание Святаго Апостола Павла к Римлянам, 10 глава Греческое слово «слышать» охватывает три понятия – слушать, слушаться и благовествовать, то есть проповедовать В русском языке мы отличаем слова «слушать» и «слышать» Когда апостол Павел говорит о вере, то имеет в виду не аудиальное слушание, но слышание, то есть принятие Слова Божия всем своим сердцем Многие притчи Господь Иисус Христос заканчивают словами «кто имеет уши слышать, да слышит» Физическая способность слушать не ведет автоматически к качественному слышанию О разных ступенях слышания Слова Божия рассказывается в притче от Сеятеля Евангелие от Марка 4 глава, Луки 8 глава Господь через Своё Слово, Весть, Евангелие обращается к человеку с призывом следовать за Ним, веровать в Него Но люди по-разному воспринимают Его Весть От непринятия Слова до полного доверия и вверения себя Богу Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется Слово, но которым, когда услышат Татчас приходит Сатана и похищает Слово, посеянное в сердце их Такие люди слушают, но не слышат обращения Бога Похожи на них те, кто хоть временно принимает Слово, но может от Него отказаться, будучи непостоянным в своем сердце Третий тип слушания, когда Слово принимается, но различные заботы этого мира Служение деньгам и другим страстям заглушает Слово в жизни Оно предается забвению В других ситуациях Господь говорит, что невозможно служить одновременно Богу и Мамоне Истинная вера основывается на полном доверии Слову Божию Только такое слышание приносит плод А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают Слово и принимают и приносят плод Один в тридцать, другой в шестьдесят, иной во сто крат Согласно притче, качество слышания зависит от почвы, на которую сеется Слово Почва – это сердца людей Сердце может быть окамененным Окаменелым В таком случае Слово Божие отвергается человеком на корне На корню В Евангелии от Луки Господь призывает нас обращать внимание на то, как мы слушаем Наблюдайте, как вы слушаете, говорит Господь Анализ собственных действий может способствовать возвращению на путь к Богу На языке Евангелия такое возвращение называется покаяние Апостол Иоанн, заканчивая написание Евангелия, указывает на цель Для чего он проделал эту работу Все же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий И веруя, имели жизнь во имя Его Евангелие от Иоанна, 20 глава Услышать Слово Божие и принять Его можно не только через проповедь, общение, личное откровение Но и через чтение Сердечное слышание не столько зависит от способа, которым человек что-то познал Сколько от способности принять Бога, уверовать Него всем сердцем В беседе с Никодимом Иисус говорит, что невозможно определить, откуда исходит обращение Бога Дух дышит, где хочет, и голос Его слышит А не знаешь, откуда приходит и куда уходит Евангелие от Иоанна, 3 глава Слово Божие невозможно заключить в какие-то рамки Например, правила и традиции Не существует такого человеческого механизма Который бы приводил к вере Именно поэтому невозможно насильно навязанное слышание Слова Божия Когда Господь говорит, что слушающий Слово Мое и верующий в пославшем Меня Имеет жизнь вечна Речь идет о качественном слушании Греческий союз кай И можно также перевести по этому Соответственно, таким образом Слышание Слова Божия и есть вера в Него Потому что это слышание Принятие и доверие Слову Божию Не только слышание может быть качественным Но и видение Духовными очами сердца верующий Видит во Христе Бога И веряется Ему И видящий Меня видит Пославшего Меня Евангелие 12 глава Подробнее о взаимосвязи Видения и веры рассматриваются в главе Видеть и поверить Данного календаря Это другая там есть беседа Всякое общение Бога с пророками Начиналось со слов обращения к Богу И сказал Бог Об этом говорится в книге Бытие 9 глава Третья Царств 3 глава Пророка Иона 4 глава В первой книге Царств Описывается как Отрок Самуил Не мог распознать обращение Божие к нему Три раза обращался к отроку Господь Но Самуил думал что Его зовет Илья Причина нераспознания Голоса Божия состояла в том Что Самуилу пока еще не было Открыто слово Господне Чтобы воспринять обращение Божие к себе Необходимо быть способным слышать Но даже когда человек слышит И распознает голос Творца У него всегда есть выбор Внять Довериться Богу Либо отвергнуть Его О том что можно иметь глаза Но не видеть реальность Иметь уши но не слышать И следовательно не верить Сказа не только в Евангелии Но и через пророка Исаии И сказал он Пойди и скажи этому народу Слухом услышите Не разумеете Очами смотреть будете И не увидите И обогрубело сердце Народа сего И ушами с трудом слышат И очи свои сомкнули Да не узрят очами И не услышат Ушами И не разумеют сердцем И не обратятся Чтобы я Истили их Книга пророка Исаия 6 глава Это пророчество Наполняется еще более Глубоким смыслом Через Иисуса Христа Аминь Аминь